Пошла запись, я всех приветствую и мы продолжаем играть в Second Way Mod. Что у нас сегодня по оперативному плану? Во-первых, наверное, тайник. Во-вторых, задание недоступный тайник Коряги принести контейнер. Сталкер Коряга просит раздобыть контейнер с его вещами. Контейнер он спрятал в старый горбатый запорожец. Но после землетрясения машина провалилась в разлом. Сам Коряга опасается спускаться вниз. Там водятся снорки. Готовы ли мы на снорков? Да вполне себе, только что. Разрыв у нас, это гашение удара, а не разрыв. Брони мало вообще, потому что противогаз. Есть дробовик, есть калаш. Берету что? А, берету можно выбросить на самом деле. И обрез рушницы, кстати, можно сравнить. По убойности темп огня хороший, повреждения хуже у обреза почему-то, чем у дробовика. У дробовика какие-то крутые повреждения. Хо-хо. Ну давай ствол сюда. Вот этот ствол сюда. Калаш два магазина, здесь полтора магазина в МП5. Выходим, выдвигаемся. Нечего лясы точить. Хм. Сапожища нормальные пока же. Сапожища, подошва все окей. То я боялся, что опять поганые сапожища подсунут. Но ничего. Ничего. Костюм держит. Я думаю, первым делом мы загрейдим костюм все-таки. А потом уже будем думать про стволы. Можно сделать легкий челлендж. Всю игру с калашом попытаться пройти. Хе-хе-хе. Ну, как основное оружие. Сильно, резко бежать вперед тоже не нужно. Потому что может же быть нападение. Причем с любых сторон. Мне немного непривычно вот этот фов. До сих пор не могу привыкнуть. Хоть вторая серия уже, ребята. Ну, угол обзора имею в виду. Очень он узкий здесь. 55 вроде бы в оригинальном Зове Припяти. Вот. Тайник у нас что? Тайник у нас медицина. Пляшка горилки лежит, смотрите. Неплохо. Отличный тайник. Что, может выпить пляшку горилки дегтярев? Как ты думаешь? А я думаю, не. Потому что надо сначала оперативную задачу выполнять. И может уже на вертолет можно сбегать на какой-то. У нас еще ничего нету. Мы еще ни один артефакт не залутали. У нас нету детектора. Нам надо прикупить нормальный детектор. Так, здесь у нас что? Здесь развалены деревухи. Ну, шариться без тайников, как я уже говорил, тоже сильно не хочется. Вот. Как бы по старой памяти. Поэтому мы будем идти за тайниками только когда они появятся, чтобы было честнее. Вот эти грибочки, вот это все пляж такой, да? О, Господи, это очень атмосферно, конечно. Оно еще сохранилось в Украине у меня и у вас, сохранилось и в Белоруссии, наверное. Вот эти все вещи. Как идти-то лучше, дегтярев? Сейчас не надо предаваться воспоминаниям о старых постсоветских этих пляжах, а надо вот так пробегать. Выстрелы слышал, ребята. Слышны выстрелы. Оттуда, там бандиты какие-то, да? Можно проверить, на самом деле. Плоти нападают. Плоти не то, что надо, потому что патронов мало. Я хочу здесь аккуратно спуститься. Пойдут на нас? Пойдут, но не сильно идут. Хорошо, а вот бандиты это на самом деле неплохо, потому что можно же попытаться залутать. Радиоактивная зона. Здесь. Просто несусь по зоне отчуждения, как не в себя. Вали, гадов. Это по мне или нет? Не знаю. Стреляю, короче, по ним. С кем-то они перестреливаются. Я туда внес, двоих вроде бы завалил и скрываюсь. Кровотечение мне повесили, перезарядил я дробовик. Достаю МП-5 и пытаюсь их искать. Пытаюсь их искать. Надо занять вот эту какую-то позицию за этим камнем. Сограница. Кондёха веселее. Пацаны. Чики-брики и в дамки. Первый пошёл уже. Ого, как прострелил. Просто в грудак их получил. Этот чики-брики и в дамки хочет прямо молодой человек в бригадиле попасть. Ща моих, пацаны. Ща мы вам покажем, как надо воевать. Немного непривычно ещё. Надо пристреляться. Ну и опять-таки, броня у нас только на двоечку. А я же броню вкатил в костюм. Видимо, костюмы переделаны. Переделаны костюмы. Значит, надо поберечься. Где он там? Всё в кустах. Не видно через кусты. Где молодой человек. Гранаты у меня нету, естественно. По дороге ли нам, в принципе, этот бой? Ну, по дороге или нет. Но я его уже начал, так что его надо закончить. И молодого человека найти. Здесь они сталкеров пристрелили, да? Ну, бандюган заныкался в кустах, судя по всему. Уже ведёт огонь по мне. Ищу укрытие, ребята. Не вижу достойного укрытия. Ух, пробил меня. Ну, давай вот как-то так через кусты. Зигзагами бегу. Здесь нападение мутантов серьёзнейшее. Просто серьёзнейшее. Маслину поймал кто-то. Я обхожу бандита. Каким-то образом отбегаю просто его. Бандит с кем-то сражается. Бандит увидел меня. Я вношу по бандиту. Вношу по кустам. Меня пугают собаки ещё, потому что собаки могут... Маслину поймал, да? На, получи. Ещё одну. А, и вот этот ещё маслину поймал. Этого, видимо, я всё-таки как-то завалил. Ну, теперь собаки надо быстро лутать. Укороченным был вооружён. Колян пельмень. Коля, не доел ты свои пельмени. Судя по всему, с перцем и уксусом. 9-ти процентным, да? И тут ещё стрельба по мне убили. Кто меня убил? Это зомбированный. Хо-хо-хо-хо-хо. Интересно. Нельзя зевать. Вот это придаёт... Конечно, это... Нельзя лутать, пока ты не... Уверен, что никого не будет. На, вкруги. И никого на горизонте. Вот и ладушки, вот и хорошо. Некоторые медикаменты повышают уровень сопротивляемости организма вредным воздействием. Могут оказаться единственным спасением во время вылазок в аномальные зоны. Подожди, это тут аномальные зоны. Тут сейчас надо убить бандита, а потом зомбированного. И там ещё нападение мутантов готовится. Хороший рандом. Рандом ещё от сложности тоже должен зависеть. Бандит ведёт огонь, простреливает очень серьёзно. Я мажу сразу два бинта. Я не вижу бандита, он в кустах где-то там. На вскидку отправляю, вижу бандита, вношу по нему. Но промахиваюсь, ребята. Бандит готов каким-то образом. Может, зомбар с ним стреляется. Вижу зомбаря, вношу по зомбарю. Зомбар стреляет и промахивается. Он ведёт огонь из пистолета, у него кольт, судя по всему. Вроде завалил. Дробовик беру, потому что надо сближаться. Сохраняюсь и вхожу в эти кусты. Так, проверить кусты. Чисто. Кто-то тут корячится ещё. Это зомбар мёртвый, это сталкер какой-то. Это зомбарь тоже. Они... А, бандиты зомбарей стреляли. Ну, вроде чисто. Проверить... Бандит сталк, на, получи. Из дробовика. На, ещё получи. Маслину поймал, да? Ну, шо поделаешь. Такова... Такова доля бандитская. Так, Жорка винт. Давай быстро сюда, это и решительно. И собаки нападают тут же. Я слышал, потому что... Собаки собираются воевать с платьми. Надо, ребята, тут не зевать. Надо быстро Жорку винта... Лутать, лутать быстро зомбированного. Ого, зомбированный Веня Оскар. Слушайте, Оскара получил, потому что рюкзак просто ломится у него. Веня Оскар. Мутанты могут нападать. Здесь Гадюка. Здесь Виталик Штакет. Трохо шпальцировав молодой человек. То, певно шо та. И Виталик Король. А то... Слушай, пистолет в неплохом состоянии. Не время сейчас брать эти пистолеты. Все надо... От оперативной задачи отвлеклись. Пистолет Макарова у бандита тут. Димон Пижон. Ну, Пижон действительно. Мал в пляжку колбасы. И пижонился здесь. Этих залутал. И здесь укороченным был вооружен еще молодой человек. Коля Пельмень. Давай сюда батоны свои, Коля. И патроны. Батоны, патроны. Все, всех завалил, кажись. Здесь. Ну, легкая стычка. Легкая стычка. И нам как раз вперед. Нам вот туда куда-то. Бежим. Бежим. Надо повыкидывать все лишнее. Я хочу повыбрасывать укороченные автоматы. Нас разъедает радиация. Несмотря на то, что я купил противогаз. Ну, давай я замажу антирадиационный, наверное. Может, надо было бы лучше горилки выпить. Выброшу калаши. Вот эта гадюка 5 в лучшем состоянии ее разрядить. Выбросить. Другую. Пляжку горилки все-таки выпью. Колбасой закушу. Еды много достаточно. Патроны в дробовике есть. И МП5 можно перезарядить. Перезаряжено. Дробовик перезаряжен. Кроет от горилки. Посмотрите. Так. Заходим на территорию заправки. Пьяный заходит. Дегтярев. Всем боятся. Я потому что не отвечаю за свои действия. Вот так вот. Будет с каждым. Хе-хе-хе. Дробовик в плохом состоянии. И надо прыгать сюда. Да. Может тут как-то можно поаккуратнее это все сдействовать. Вот там что-то посмотрите. Когда в прошлый раз. Туда не лазили ребята. Просто там что-то может точно быть. Вот туда стоит залезть. Потому что туда точно не лазили еще. Имею ввиду прошлое прохождение. Я буду отсылаться к прошлому прохождению. Потому что играю по старой памяти его. Специально куда-то лезть не буду. Но в какие-то новые для себя места залезть. Почему бы нет. А тут так просто не пройдешь. Надо на заправку. На территорию заправки входить. Или можно? Можно аккуратно. Вот так. Чик. Прыжок. Посмотрите. Фонит наверное капец. Но тут точно может быть тайник. Надо сохраниться. И попытаться туда сейчас зайти. Дегтярев троха толстый. В прыжке. Не-не-не. Дегтярев. Сашка. Надо вот так вот прыжочек легкий. И надо вот сюда попасть. На прыжке. Как-то вот сюда. Не смог. Паровозик который не смог. А забраться наверх сможешь? Сможешь. Хочется полазить. Пошариться. Отсюда сможешь допрыгнуть? Не смог. Ну а там же что-то может быть. Вот там за этой бочкой. Слушайте. А вдруг там винтарь какой-то лежит. А? Еще прыжок. Не допрыгивай Дегтярев. Трохо мы не допрыгиваем. Трохо. Отсюда как-то я оценивал просто. Тут ударится лбом точно об эту штуку. Можно попробовать. А если что далеко лететь вниз? Нет. Не так уж и далеко. Отсюда можно запрыгнуть. Ребята. Разработчики оригинального сталкера очень любили прятать всякие приколюхи по всей зоне отчуждения. Тут давай вот так запрыгнем. Что ж такое? Тут головой вдаряешься. Вот. А вот этот кирпичик надо залезть. И сюда совершить супер прыжок. В которых мы просто мастера. Да? Есть же ж. Но здесь еще нету. Но радиация есть. Ладно. Хватит дурачиться. И пора уже и честь знать. И пора совершать более серьезные прыжки. Ребята. Сохраняюсь. Совершаю первый. Ух. Сильно упал. Ух. Разбился. Сильно упал. Надо было бы обходить наверное. Сейчас придется преодолеть этот момент. Можно еще советы почитать. Потому что все советы поменяли. Советы что-то не пишут мне. Ночь. Время активности мутантов. Поэтому сталкеры предпочитают совершать вылазки в светлое время суток. Мы в ночные будем ходить. Складывается ощущение что здесь без нанесения урона никак просто. Ну не. Вот здесь вот как-то получилось. Здесь как-то получилось. На следующий сможешь перепрыгнуть? Не смог. Но не разбился тем не менее. И здесь уже легче. Вот так прыжок и все. И все. Проверить чтобы все было чисто. Вроде все чисто. Обыскать запорожец горбатый. Недоступный тайник. Принести коряги контейнер. Принесем ли мы или нет. Это как зона распорядиться. Потому что ящик заперт. В нем монтирован весьма хитрый замок. Судя по весу и грохоту. При встряхивании внутри что-то есть. И что-то это не просто что-то. Это наш хабар. Честно заработанный. Потому что тут падали. Дай боже. Куда идти? Ребята. Сюда куда-то кежись. Слышу снорка. Нападение тут же. Отступаю. Выстрел. Еще один выстрел. В упор просто к нам подходит. Снорк. Разгрыжаю дробовик. Готово. Первый готов. Четыре выстрела потратил. Мутанты вроде бы усилены. Или возвращены к оригиналу. Потому что изначально в 0.7.1 я уже говорил. Сильно усилены были. Игроки жаловались. И поэтому разработчик вернул оригинальный баланс. Но не во всем. Не во всем. Зажал снорк меня. Может убить сейчас. Ношу из дробовика. Патроны заканчиваются. Хорош перезаряжать. Прицелься и выстрел. Промахнулся. Еще один снорк сбоку. Нет. Нет. Это этот орет. Перезарядить. Все. Пока он идет на нас. Сейчас можно выстрел совершить. На. Получи. Выстрел отличный просто был. Просто отличный выстрел. Сохранится. Радиация потихоньку. Противорадиационный. Или пляшку горилки. Давай сюда. По старинке. И ковбасою закусыв. Чик. Обрежно. Пролазим. Сюда можно залезть. Тут. Это. Простите. Это выход? Или нет? Это. Это выход действительно. Сенсу чуть-чуть побольше мне. Пожалуйста. Организовать. Потому что я сильно скрутил. Правление. Тришечки. Вот так вот. Применить. Вот так. О. Я сильно дергать. Постараюсь не сильно дергать. Но это. Но сенсу надо побольше. Побольше чуть-чуть. О. Непривычно в сталкер играть все-таки. О. Вижу. Пассажира. Хе-хе-хе. Давай попробуем горилки. Выпил. Уже не можешь прицельно стрелять. Но хорошо разрядил по нему. Не. Плохо разрядил. Потому что он на меня влетает. Я потерял ориентировку. Где собственно нахожусь. Еще аптечку мажу. И остается. ХП не остается. И аптечек не остается. Остаются бинты и колбаса. И. Снорт нападает. Снорт отступает. Догнать. И. Питхвист ему выстрел. Произвести. Из дробогака. Ну. Не знаю. Как-то странно дробовик стреляет. Хм. Давай попробуем. Сюда жахнуть. Например. Разброс. Кучность. Кучность у него такая. То есть. Средней дистанции как минимум. Хм. Ну допустим. Хорошо. Мы проходим. 7 патронов. Патроны есть. Еще снорт. Не вижу. Вижу. Отплавлюсь. Выстрел. 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 Отступление. Игра окончена. Потому что хп нет. Нету и аптечек. Проблема будет в аптечках. Наверное. Проблема будет наверное в аптечках. Сейчас. Преодолеем. Снорка. Сноркам надо стрелять чисто в хоботок. Чисто в хоботок. В зоне всегда лучше иметь при себе пару запасных магазинов. Поскольку они могут понадобиться в любой момент. Пока что ничего у нас нету. Мы собственно и охотимся за первым хобором. Откуда там выскочил молодой человек? Отсюда откуда-то? Тут вообще клоака какая-то. Простите. Отсюда выскочил. А я тут не вижу, чтобы он откуда-то выскакивал. Вон он. Давай сюда. Прицельный. Нельзя допустить удар, чтобы он нанес. На пару выстрелов из дробовета. Последний и последний петхвист. Готов. Ого какой. Посмотрите только. Да. Крутейшая игра. Столкач. Просто крутейшая. Столкач будет. Я говорил. Уже. Что. Что как бы это. Что. Цепочка сейва. Все. Я просто боюсь, чтобы не было это. Наверное после дума будет. Еще снорк нападает. Не до вот этого. Не до вот этих финтиклюшек. Нападает, пробивает. Теряю ориентацию. Стреляю с дробовика. Убиваю снорка. Еще один бинт мажу и радиация разъедает. Все разъедает. У нас. Использую бутылку горилки. Закусываю. Господи. Всем ГП сложно очень. Как у нас защита от удара. Вот этого разрыва. Ну неплохая. В принципе должны были держать четверть. Все защита ушла. 10 патронов перезарядить магазин. Заменить. Патроны в дробовике все полностью есть. Куда-то сюда вылажу. Да. Вижу. Вижу свет в конце туннеля. Только туннель не заканчивается. Не хочет заканчиваться. Туннель закончился. Нападение сзади. Отступить. Перегруппироваться. Незамедлительно. Отступил. Перегруппировался. Так. Снорк будет нападать? Идет на нас. Слушайте. Целеустремленный. Молодой человек. Пару выстрелов внес ему туда. И все. И патрон не буду тратить. Боезапас. Фу. Что здесь? Старая баржа? Нет. Хочу. Шевченко? Нет. Хочу на Скадовск. Что? Еще нападение? Сноркеры чат. А как по весу? 36 килограмм. Вообще хабара не залатали, ребята. Стыд и позор просто. Посмотрите. Псевдо собаки бегают уже. Сложность весьма себе доставляет. Возможно в оригинальном. Что по три сразу псевдо собаки было. Я что-то такого не помню. То есть мутанты точно перезаселены. Я обойду, наверное. Я обойду. Бежим в припрыжку. Сейчас этот хабар... Костюмы в отличном состоянии. Аптечек нету. Вот это проблема. Надо сейчас купить все аптечки, чтобы я об этом забыл просто. И не волновался. Зазря. Вода красивая. Отлично. Так. А, я сглаживание еще хотел подрубить побольше. Потому что троха пиксельная трава. Трава у нас. Во. Но я улучшенное самое крутое DX11 не включал. Потому что я боюсь, что будет все-таки подфриживать. Патроны у нас заканчиваются. Много патронов калашников. И калашников можно перезарядить себе спокойно. И мы продвигаемся, ребята, в контейнер. Что в задании там написано? Можно совершить легкий привал. Смотрите, группа зомбированных идет. Их можно взять. И вот и наш хабар на самом деле. Привал отменяется. Дегтярек. Калаш в таком себе состоянии. Можно внести очередью туда просто. Они стреляют по нам. Не забывай, что у меня нет аптечек. Об этом не стоит забывать. Они отстреливаются. Я сохраняюсь. Потому что как минимум одного я подстрелил. И все. И с них можно будет залтать патроны. Немного поборужить патронами. Мы так тут почему-то на него не нападают. Может одиночными следует стрелять. Но я так и стараюсь. На самом деле. И один остался. И там еще группа собак нападает. Вот этот еще дергается. Прицельный выстрел. Прицельный выстрел совершен. Группа собак. Слушайте. Охраняют нашу добычу просто. Достаю дробовик. Собаки большой группой ходят. Собаки сагрились. Могут убить сейчас. Заношу. И надо найти позицию наверху какую-то. Позицию наверху не обнаружено. Куда-то сюда. Хлопцы. Выручайте. Привел на хвосте группу собак. Сейчас они будут вылетать. Перезаряжаю патрон. Стреляй по ним давай. Коля. Давай прикрывай. Колю сейчас загрызут. Коля я прикрываю. Коля стреляй по ним. Не могу вести огонь Коля. Потому что. Собаки же это. Тут еще сталкера. Коля убегай на второй этаж. Прячься. Колю за... Огнили. Собака влетает на меня. И по мне еще кто-то выстрелил. Из оружия. Господи. Еще забегают собаки. Что началось. Занимаю комнату какую-то. Резидент Ивел просто. Нападение бешеных мутантов. А я тебе гранатой. Только Коля не по мне. Чтобы она. Тебе крышка. Я надеюсь что мы по Коле не попали. А гранату не надо бросать. Господи. А граната все-таки полетела. Ребята. Сограница. И я пойду все-таки да. Надо ребятам тут как минимум пляшку горилки поставить. Потому что... Это граната полетела? Коля не надо гранату. Потому что я тут привел им хвост. И завалило ихнего кого-то. Смотрите какая рушница у него. Витя омут. Ну что ж ты в омут то прыгаешь. Все ты с рук. Это не по нам. Часом. Не. Они должны были. Ребята. Оставляю пляшку горилки. Помяните молодого человека. Вы что по мне стреляете? Зомбированный. Засесть и приготовиться взять зомбированного. Неплохо. Это один зомбированный судя по всему восстал. Посмотрите. Лейтенант Ерофеев. Зомбированный. Убрать в рюкзак нет. И патроны давай сюда. Лейтенант Ерофеев. Неплохо. И аптечка еще. Использовать или нет? Не. Сами зарегеним. Надо экономить. Надо экономить. Надо короче забирать зомбированных. И возвращаться на базу. Ребята. Делать легкую ревизию. Здесь были зомбированные. Раз Ерофеев встал. То остальные тоже могут встать. Восстать. И обходить нас. Поэтому надо тут. Эээ. Очень внимательно действовать. Здесь очередь прошла. Вот этого завалил. Пистолетом Макарова был вооружен. Вооружен. Гена Делец. Ну Гена. Что-то бизнес не очень у тебя пошел. Здесь калаш лежит. Это у нас Петька Зоркий. Петька. Петруха. Петька. Давай патроны все сюда. Калашей очень много. Тут было четверо как минимум зомбированных. Где они делись? Ну мы вот здесь отстреливались. Они пошли на нас. Судя по всему. Один обошел как-то так. Словил наш путь. И все. А где остальные? Еще двое как минимум должно быть, ребята. Ну честное слово. А тут только двое осталось. Видимо они восстали и пошли куда-то. То есть я завалил чисто только двоих. А было еще... В зеленых костюмах еще как минимум двое было. Ладно. Если они будут преследовать нас. То это будет личная война с зомби. Потихоньку регеним и бежим. Я хочу аптечек побольше. Мутанты еще или что? Не, вроде чисто. Погода крутая. Очень непривычно мне еще играть на динамическом освещении. Во. Это еще не самая красота. Боже. А как... Сейчас же это... Анонсирован же уже, да? Второй. Там споры идут насчет движка. Еще ничего нету. На самом деле никакой информации. Во. Но X-Ray движок отлично. На самом деле вышел. Почему? Ну, вот эти жуки. Все зеленые баги. Да, это понятно, ребята. Но сколько модификаций хороших сделали на Столкач. Автоматы я выбрасываю, наверное. Разряжаю, выбрасываю. Рушница. Охотничное ружье. Ну, убойность вообще отличная. По сравнению с чейзером, как она? Ну, покруче повреждение темпа огня. Но она двухзарядная. Уже поиграем с этим стволом, а? Знаете, как можно навалять? Точность хорошая. Удобность. Прицел. Ну, такой себе. Но из этого ствола надо, наверное, стрелять каким-то жикаром-дротиком. Знаете, наверное, пока что не буду использовать. Вот, если найдем какое-то в хорошем состоянии, то можно будет. Можно будет себе позволить из него пострелять. Это мы выбрасывали. Это уборщик трупов. Этим заберется и уборщик предметов. Вернулись. Так, а по заданию? Судя по всему, по грохоту. Не, по заданию мы что должны сделать? Недоступный тайник. Контейнер коряги получен. Теперь нужно отнести его владельцу и по-честному разделить содержимое. Шо вы не говорите? По-честному разделить содержимое. Крит дверь. По-честному, да? Здравствуй, сталкер. Здравствуйте, ребята. Шо, как оно? Шо там кардан? Шо у нас тут? Бронированные автоматы будут завтра. Это бывает, не волнуйся. Есть чекуха разрывная. Столовая. Господи, горилка столовая. Можешь взломать стольный контейнер, кардан? Да, мы легко. 500 и все будет в лучшем виде. Но хорошо, что не 300. Держи 500. Ничего себе, сколько предметов. Так, зафиксировать, подцепить, чуток нажать и раз. Все готово. Не было такого еще в моей практике, чтобы ломик с киянкой еще не открыли. Потеряли 500 денег, получили фора 12. Научная аптечка, 3 штуки противоридационных, 3. 5 бинтов, укороченный автомат, душа, получили стальной шлем, недоступный тайник. И... А, задание отменено. Третья бутылка есть, кардан. Подожди, третью бутылку пить. Зачини костюм. А денег нету вообще. Шлем, посмотрите, какой получили. Стальной шлем, химзащита плюс 10, радиозащита плюс 10. А вот и снаряга. Сейчас я кардан тебе 3 пляшки горилки сразу организую. Броня лучше, химзащита хуже, и радиозащита. Но я за броню волновался, так что это... Броня становится уже, ну такая, треть. Противогаз можно продать. Калаш улучшенный. 40 патронов в магазине. Ямкость магазина улучшена. Кажись, а есть описание какое-то? Необычный просто. Смотрите, еще заряженный был. Неплохо. Пистолет Макарова разрядить можно. Так. Сыч. Сыч, тут это. Сыч. Ну автомат забирает за 1750. Ну что, есть что-то новое? А шлем ты забираешь за 380. Но это естественно, Сыч. Я другого и не ожидал. Пистолет Макарова забирает, и патроны все к нему. Сыч. И у нас уже 2000, и мы немножко поднялись тут. Вполне себя. Три научные, одна военная. Не, Сыч. Знаешь, давай сюда бинты, и давай мне аптечки все. Чтоб я об этом забыл. Просто три, а я не могу столько себе позволить купить. Детектор нужен. Я не хочу этот детектор. Я перебьюсь. А какие артефакты буду лутать? Ну накупил я аптечек. Эти я сложу в ящик. Буду запасливый. Патроны к пистолету я тоже сложу. У меня есть кольт. И калаш. 80 рублей остается, ребята. Ничего мы не получили, по сути. Формить надо дальше. Но снарягу получили зато. Получили снарягу, медицину. Таблеток у нас куча есть. Есть у нас антидоты. Химзащита. Есть у нас бровинок заживления ран. В принципе, еда есть. Артефакт душам дает восстановление здоровья плюс два. Радиация плюс два. Батоны. Батон тут пусть будет. Еду. Не знаю. Патроны. Можно разрядить на самом деле. Это надо чинить, этот дробовик, чтобы он не посмел заклинить мне. Патроны для кольта можно сложить. Их 24 остается. Патроны вот эти. Это все понятно. Чем займемся? Сейчас посмотрим. Противорадиационных тоже можно сложить. Два препарата. Бинты нам нужны. Вот эти аптечки я точно все сложу. И вот эту сложу. Пять аптечек таких. 11 бинтов. Все. Минимальный набор у нас есть. В Калаше три магазина. Форт еще есть, кстати. Форт можно продать. На самом деле. Потому что будем идти. Калаш дробовик. Калаш дробовик. Или Калаш МП-5. Наверное, Калаш МП-5. Сыч, слышишь? Хочешь в форт загрейженный? Ну, как тебе оно? Фортецкий. 1330. Ну вот, видите? Отлично. Все просто. Бывай, Сыч. Но денег мало все равно. Шокардан. Шокардан. Третью пляшку сейчас мы организуем. Зачинить костюм 200 рублей. А ты новый грейд мне не можешь организовать. Потому что 1350 надо, да? И вес бронежилета. Зачинить Калаш. Ломается оружие сильно. 670 рублей. Перебьемся. А тут? Понимаю, первого поколения. Вот это надо было бы на самом деле. Но у меня денег не хватает. Зачини мне костюм. Со стволами обождет. Сколько стоит ремонт чейзера? Дорого очень. Стволы будем подбирать, какие есть. Наверное, надо, ребята, мародерскую вылазку совершать. Мародерскую вылазку. Так, новые задания какие-то. Это не ко мне. Банку украл. Это кто? Гухарь. Хочешь заработать, заодно помочь лагеру? Чем занимаешься? За порядком стежу. Раньше в милиции работал. Следователем был. Теперь тут что-то вроде местного шерифа. Пришел вместе с бородой, он решил тут стоянку организовать. Чего, мол, дальше идти, если дорогу в Припять все равно никто не знает. А артефактов вот в округе хватает. Вот мы тут и остались. Слушай, а мне нужен на самом деле детектор какой-то. Не знаю даже. А давай это, с молодыми людьми. А ты что скажешь? Отвали, мужик, пистят точно, говорит Боря, счастливчик. Я понял, не дурак, что ты все грубые какие-то. Чего, тебя не видишь? Отдыхаю я, Вася Штырь. Вася, заторгуем, может быть? Две консервы хочешь, Вася? Я тебя знаю, что, Вася, два батона лучше. Это консервы себе оставлю. И колбасы. Вот так. Чик, Вася, и разойдемся. А заживление ран 120 рублей. Ну такое, Вася, ну давай-то хоть это. Прорвемся, говорит Вася. Ладно, давай с тобой теперь слутно. Нарисовался. Нарисовался. Что, затрем немного? Какую работу можешь предложить? Короче. Выгодную, короче. Тебе сейчас кликнули. Ты человек новый, здесь пока без контакта. Он мог бы подняться. Интересует? Хабар интересует. Тогда смотри сюда. У меня скоро назреет сделка с одним барыгой. Вместо обычной платы этот козел требует артефакты. Три штуки. Два арта мне уже подогнал один сталкер. Да только третий не успел. На обратном пути в аномалии загнулся. Называется артефакт душа. Найдешь такой, зашибешь денежку. Но путенка не пыльная, как раз для тебя. Главное, не тянись делом. Хо-хо, поменяли, значит, да? Расскажи о вашей жизни. Как ты стал паханом? С чего тебе начать? Со школы идут, со всеми раскладами. Товарищ был, как говорят самые. Место строки облазили. Пить, курить начинали. Только ему все ощущения острых не хватало. Взялся помалу за наркоту. Вначале шмаль, потом ерочка-то бабло. Появилось кокс. Я ему говорил, Толян, спрыгивай. Только не послышал он меня вовремя. Толкнули ему отраву и все. Не стало пацана. Я потом тех барых нашел и подрезал чуток. Меня взяли и понеслась. В зону разборки и заточка в бочину. Откинулся, бизнес построил. Опять взяли. Откинулся, плюнул, короче. Сюда, в эту зону ушел. Покрутился полгода за твердость. В авторитеты попал. Теперь здесь над пацанами стою. Смотрю, чтоб все по понятиям. Забудь об этом, да? Слушай, ему артефакт искать. Нам тогда точно детектор надо? Путь на плато, инструменты. Непыльная работа. Непыльная? Ничего себе непыльная. Найти артефакт душа. Подожди, а мы же взяли шо? В этом контейнере. Сейчас он не дует. Это же душа была, да? Да, душа. Ничего себе, как сделал. А если бы я поделил с корягой этот... Ну, я имею ввиду, автор модификации, как хитро сделал с бандитами это задание. Ой, ребята пришли. Слушай, ты автомат спрячь. Ну, привет. А если бы я разделил по-честному, то мне бы пришлось артефакт искать. Эй, ты, сталкер. Фима партизан. Что Фима скажешь? Как улов нынче. Улов не очень, потому что дробовик в плохом состоянии. И хлеб у него, да? Ну, бывай, Фима. Слышишь, султан? Нашел артефакт душа, держи. 1800 до этого. Побыстрее, не мог управиться? Ничего себе, султан, ты шо, шутки шутишь тут? Секунды не прошло. Все равно, молоток, вот твоя доля. Непольная работа. Какую работу еще можешь предложить? Тебе полезно, если подняться хочешь. Интересует, что мне есть сказать по этому поводу? Ну, давай попробуем. Значит, слушай. Есть мысль пару сталкеров бороды на валюту поднять. Шороху там не намечается. Придешь с пацанами ночью на Шевченко. Пока клиенты будут соображать, возьмешь с них положенное. Нам выгадать. Тебя персонально. Авторитет. Уловил? Хорошо. Вот костец стоит, перетреш с ним детали. Слушай, а у нас же по оперативному заданию нам этот майор, ну, который позывной номер первый, сказал втереться в доверие к сталкерам. Сейчас, если мы им подляну тут будем мутить, то, наверное, можем провалить операцию. Слышишь, борода? Как говорится. О, можно бороде. Группу сталкеров собираются ограбить. Притом свои же. Ну и дела. Бандитов развелось, как на собаке Блох. Теперь еще своими воевать? Мне предложили напасть ночью на лагерь Шевченко. А ты, борода, говорил, что... Думал, что может они вернутся на путь истинный. Да? Видишь, какие? Ублюдки. Будет неплохо, если ты согласишься на их предложение. Понимаешь? Я предупрежу своих, а ребята уже подготовят горячий прием. Ну, давай, можно отказаться на самом деле. Или согласимся. Авторитет будет тогда у сталкеров у нас. Согласен, борода. Иди к этим засранцам. Я пока скажу ребятам. Артефакты какие нужны? Пузырь, граве, пламя. У нас там, простите, у нас не пламя, вроде бы у нас огненный шар. Да, если я не ошибаюсь. Огненный шар. Запоминать надо, ребята, много. Огненный шар. Пламя попробуем, борода, найти. Слушай, Сыч, гранату бы тогда, раз мы подляну готовим. Патроны есть? Патроны есть. Мне бы зарядить все, чтобы я туда отправился. Да, мы и так пойдем. Шо? Султан, слышь, мы готовы. Пацаны. А, братан, ну ты че, дело с Султаном, да базарились? Я, короче, с вами, пацаны, Костет. Отлично, подваливай Ксювченко за полночь. Мы будем тебя ждать. Только до утра не тяни. Слышь, Костет, тут это, лучше дождемся вместе по полуночи. Покажешь мне дорогу Ксювченко, я тебе анекдоты расскажу. Не вопрос, оставайся. К баржи свести не проблема. Ну, так и поступим. Чик. И начинается, ребята, наезд, встретиться с грабителями. Я ничего вообще не вижу. Так. Тут сталкер какой-то. А, переодели их специально в сталкерские комбезы? Ты, слушайте, как грамотно сделал трое, да? Этот с дробовиком. Этот с чем? Этот с МП5. У меня все не заряжено, естественно. Сейчас надо все перезарядить. Мало патронов, мало пуль. У Костета калаш, смотрите. Перезаряжаю свой калаш. И дробовик надо приготовить. Потому что шутки, судя по всему, никто шутить не будет. Да? Ночная операция. ПНВ нету, ребята. Ничего не видно. Ну, хорошо перезарядились. Костет. Что скажешь? Что, погнали? Еще мы их быстро. Не ссы, главное. А ну, подожди секунду. Дождаться подходящего момента. Необходимо дождаться момента, когда грабители будут отвлечены наездом. Тогда можно будет ударить им в спину, чтобы помочь сталкерам на Шевченко. Я читаю, ребята, потому что боюсь, что в модификации что-то может нет, чтобы какие-то скрипты не задеть. Очень боюсь вообще модификаций, потому что скриптовых, потому что из-за новых скриптов, чтобы крашить не было. Поэтому еще раз сейвушку. И, наверное, знаете, что сохранимся на двоечку уже. Так, Костет, сейчас я еще поем банку тушенки. И вот теперь можно, да, поехали. Поехали. Ща мы их. Тихо, пацаны. А ну, чики-брики в дамке. Так, один, два, три и четверо их. Я бы уже выстрел совершил, потому что такие доступные мишени. Как здесь они заходят вот так? А может вообще не вступать в конфликт? Нам же выгоднее будет, потому что лута будет побольше. А? Ааа, ребята. Вали. Ну, они начинают стрельбу свою. Это удобный момент или нет? Как ты считаешь, молодой человек? Молодой человек не хочет погибать. Наверное, не очень удобный момент. Я на низине. И я теперь буду их путать вместе. Это наш или нет? Тоже непонятно. Ну, я прострелил по нему. Бандита убили. Пошла жара какая-то. Бандиты вот так. Наш или нет? С дробовиком вроде нет. Залутал он, кстати, автомат. Непонятно, кто свой, кто чужой. Придется всех стрелять. Тихо, тихо, пацаны, помогите. Ты лежи, тихо. Ничего не видно вообще. Еще один идет огонь по нам. Я по нему внес. Прячусь. Перестрелка на сугогрузия. Вношу. Атаковать грабителей. Получить награду. Ну, все, можно лутаться. Отлично. Ты же перестрелял. Ого, тут Вася штырь у тебя. Трабаднанский. Давай сюда. В отличном состоянии. Получше, чем наш. Мы тебя даже свой зафундуем с барского плеча разрядить. Давай так. Тут кто-то еще стонет. Кто-то еще выжил, кажись. Это новичок. Эдик Падишах. Любил арабские сказки читать. Представь, это Макарова был вооружен. Так, кто-то еще жив. Завалили, уродов. За помощь, спасибо. Надо быстро, подожди, помочь надо кто-то это. Это кто? Кастет. Граната была, аптечка. Тут кто-то загинается. Вот этот вроде бы аптечку. Держи аптечку, это Юрик Бампер, конечно же. Спасибо тебе огромное. Что, спасибо? А репутация должна увеличиться. А тебе награду получать? Вот тут кто-то ходит. Нападение на лагерь отбита. Можно поговорить со сталкерами и получить награду. Скорее всего, сталкерам пришлось бы туго, если бы они не были бы предупреждены. Темно. Вообще ничего не видно. Без ПНВ ничего делать. Вот пляшка горилки. Ребята. Чик. Вот так вот. Награду давай сюда мне. Награда где тут ходит? У них тут, наверное, главный какой-то должен быть. Кастет главный у бандитов, а здесь должен быть главный у сталкеров. Повело от горилки, чтобы сейчас не набрыхав нам из нагороды нашу. Где он ходит? Тут одето. Рулевой. Рулевой. Не могу найти рулевого. Капитан на мостике. Ребята, где рулевой? Это явно не рулевой. Я еще там точно не всех залутал. Рулевой. Может наверху? На верхней палубе. Адмиралт Прайдмур, да? А ну-ка попрошу выдать награду, честно, заработанную. В темноте вообще ничего не видно. Но это придает такой атмосферы, ребята. Сейчас еще темно у меня. Ой-ой-ой. Я не могу найти награду без карты. У рулевой где-то здесь. Жизнь. Ну давай еще спустимся на этаж. Может они сейчас успокоятся все. А вон тут кто-то. Ты рулевой? Да, Артем Камар. Спасибо, что помог. Бинт. Водки дал. Четыре бутылки. Два бинта. Три бинта. Ну. Так себе на самом деле, Тема. На самом деле так себе. Ого, у тебя стволов. За три тысячи я укороченный. Ну, Тема, шутки шутишь или что? Пистолет Макарова забери. Гранату я оставлю. Пять пляшек горилки. Это нам под спорьем будет. Залутать остальных. Можно поспать у них, наверное. Так. А в игре сон? Не, в игре вроде бы нет. А это кто такой у нас? Это не хочет говорить. Хорошо. Надо, ребята, наверное, возвращаться. Потому что без ПНВ я в такой ночи... Хотя, самый сок, наверное. Именно. Такой. Это кто такой? Это зомбированный лейтенант? А, это Ерофеев. Это еще прошлый наш зомбированный. Да? Из прошлой суточки. Подождите. Я вообще теряюсь. Вот. Тут была стрельба. Глухая ночь просто. Глухая ночь. Отлично. Кто это у нас? Это новичок. Юрик Жирдяй. Юрик не был спрытный такой. Был немного плотненький молодой человек. Я понимаю, что нельзя шутить над такими. Но мне можно на самом деле. Потому что я тоже не особо дохлячок, ребята. Это Вася Штырь. Вася, патроны мы уже у тебя залутали. Это у нас кто? В этих падишах кто стреляет? Зомбированный опять нападает. Вот и месть зомбированных, ребята. Вот они нас и нашли. Фонарь, ключи. Не вижу ничего. Вижу. Трое зомбированных. Опасная боевая ситуация. Вношу из автомата Калашникова. Перезаряжаюсь. Заходит на нас прямо зомбированный. Готов. Молодой человек. Так, второй готов. Фонарь как-то странно светит в этом месте. Это те зомб... Это, смотрите, хитрые зомбированные. Вот эти двое зеленых, которых потеряли. Давай калаши сюда свои. Это сержант Гуревич. Смотрите, идет охота на нас просто. Зомби решили войну объявить. Целый магазин патронов. Отлично. Это кто? Коли Сидор. Посмотрите, сколько стволов у Коли. Пистолеты, может, Сыч купит даже. В таком состоянии. Три патрона выпадают, потому что сложность мастер. Да тут убили еще новичка. Это Мишка Глюк. Это зомбированный. Мишка Трохо заглючил, и куда. Слышу собак. Надо, наверное, ребят, ориентироваться. Потому что сейчас может быть нападение мутантов. Костет. Берета у него была, да? И штырь. Все, всех залутали. Лишнее надо повыкидывать. Вот это разрядить, выбросить. Выбросить. Разрядить, выбросить. Калаш в отличном состоянии. Этот разрядить, выбросить. И мы по деньгам уже потихоньку поднимаемся. Перезарядить калаш. Куда нам? Наверное, на базу вернемся. На базу, на базу близкий путь. Или ночью пройтись к Ною. Даже не знаю. Даже не знаю. Слушайте, страшный звук. Тебя могут напугать сильно. Давайте аккуратно будем просто продвигаться. Это еще и кушать хотим. Палку колбасы съешь. Здесь еще что-то. Здесь ничего нет. Можно на самом деле поспать до утра. Или в ночную пойти. Я думаю, мы еще не готовы идти в ночную. Я же еще к этому, к спрытному не ходил. У спрытного, у шустрого могут быть какие-то наводки. Во. Может борода теперь даст следующее задание. Тоже его можно будет сделать. Уже кто-то отрисовывается. Я бегу сквозь камыши. Просто это. И слышу мутанты какого-то. Вообще ничего не видно. Господи, как атмосферно. Сюда куда-то. Сквозь камыши. Хорошо, что аномалий нету вот этих рандомных. Есть еще. Был еще вариант играть мод, который называется ARS. ARS, тоже олдскульный, очень крутой мод. Но что-то я его попробовал, мне не понравилось. Там его очень бережно сохранил, перезалил. И чуть-чуть доделал Алекс такой. Собиратель достаточно известный модов. Но мне что-то не понравилось. Не понравилась модификация. Во. Какая-то там Алекс правил стрельбу автоматов. И такое ощущение, что поправил так, что стрельба это. Вот здесь со стрельбой все окей. Султан. Ничего уже не хочет сказать. Насутился. Немного оборудовавши скажет. Одно дело возникло. По слухам бандиты собираются купить партию и оружие. Наши ребята хотят за ними проследить. По возможности помешать. Любая помощь была бы кстати. Я помогу разобраться с бандитами? Иди к лесничеству. Там наши ребята все расскажут подробнее. Сделка встретиться с толкерами возле лесничества. Борода, сейчас не надо спешить. Во-первых, тебе 3 пляжки горилки 66 рублей. Во-вторых, свечу надо впарить. Еды куча. 6 батонов. Давай 2 сюда. Или батоны оставить. Да не, ничего не надо. Легкая ревизия по патронам. И сколько у нас времени-то на это задание? Где это лесничество в принципе? Давай сейчас посмотрим. Оно вот тут. Хм. Так. Ну вот как-то вот так по дороге туда можно будет. Можно ночной сделать. Сыч. Да че ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет, трава. Сыч. Можно избавиться от МП-5. МП-5 по урону все-таки получше, чем калаш. Я из калаша хочу работать на самом деле. И себя разгрузить. Забыть об этих МП-5. Сыч. Сейчас можно патронов скупить на калаше и забыть об этом тоже. Сыч. Пару аптечек. Я там аптечек поражал, ребята, со страха. Бинтов уже куча. Хорошо. Аптечек побольше. Патроны давай сыч. На 2 тысячи мне. Вот так вот. Улучшенный калаш все еще у тебя. Граната. Дробовик и калашников. Вот так как-то идем. 26 килограмм. Этого вполне хватает. Придуман. Взять еще аптечек. Еще одну. ПНВ надо. Блин. Я уже не могу позволить себе ПНВ. Потому что денег нету. Барвинок. И Вика Сол. Живление ран. Я продам барвинок за 120 рублей. Я не буду им пользоваться. Сыч. Еще не хватает артефактов в костюме. Кардан. Еще трезвый. Чтобы мне костюм трошечки залатать. Есть водка. Подожди. Костюм ремонт. 58 рублей. Надо тебе водки дать, наверное. ПНВ сколько стоит? 2250. Надо ставить. Калаш грейды. Отдача. Удобность. Надежность надо, ребята, повышать. И надо повышать надежность. Потому что в загрязненности очень быстро ломаются автоматы. Модификации. То есть надо фул грейдить. А это сколько? Сильно дорого? 2000. 1000. Да достаточно. А денег пока что нету. Может надо артефактами барыжить. Может надо мордерствовать. Чтобы денег поиметь. Посмотрим. Здесь что у нас? Пляжку горилки можно одну оставить. В ночной не нужна она. Противорадиационные тоже можно оставить. Патроны. У нас все окей по патронам. Укороченный. Разрядить можно, во-первых. Потом выбросить. Да, в ночной пойдем. Пойдем в ночной рейд. На лесничество. Почему бы и нет. Все, что нужно при нас. Абсолютно. Абсолютно. Только я хочу сделать еще одну сохранялочку. Это будет троечка. Будем делать цепочку такую. Вот. Троечка. И квиксейв. Вот так. Достать автомат не могу. Ночное время. Ночное время. Мутанты могут быть. Рассветает уже. Честно. Еще не рассветает. Это луна взошла. Так. Этот калаш выкинуть. Его можно будет попробовать зачинить. И продать сычу. Может так. Можно будет деньги делать. Посмотрим. На лесничество нам. На восток. На северо-восток. Мы сейчас на дорогу как раз и выйдем. Во. Но я наверное сделаю сейчас ребята небольшую паузу. И вернусь. Тут же просто вернусь. Паузу. Паузу. Паузу.